А ты видел, как рождается кенгуренок? А знаешь, что некоторые кенгуру живут на деревьях? А то, что кенгуру могут даже драться... Привет! Быстренько поставь лайк, ведь сейчас ты увидишь много нового и интересного про кенгуру! Кенгуровые – семейство сумчатых млекопитающих. Насчитывает по меньшей мере 69 разновидностей. Самый большой вид кенгуровых – это большой рыжий кенгуру. В высоту он может быть выше человека, а его вес достигает 90 килограмм. Это самое большое сумчатое животное в мире. Кенгуру обитают в Австралии, Новой Гвинеи, Тасмании. Встречаются и на архипелаге Бисмарка. Знаменитый английский исследователь Джеймс Кук открыл миру это животное в 1770 году. Помнишь ту веселую историю первой встречи Джеймса Кука и кенгуру? Прибыв в Австралию и увидев крупное передвигающееся прыжками незнакомое ему животное, Кук обратился к одному из местных жителей с вопросом. «Эй, что это за животное передвигается прыжками?» Однако, туземец, не понимая речи Кука, ответил ему на своем родном языке. «Не понимаю». Как гласит миф, эту фразу, которая якобы звучит как «кенгуру», Кук и принял за название этого животного. Но, согласно современным исследованиям, это всего лишь миф. Тем не менее, он мог оказаться правдивым. А ты видел огромную сумку, которая находится у самок кенгуру на животе? Именно из-за нее этих животных называют сумчатыми. Кенгуренок рождается очень маленьким и недоразвитым. Всего два сантиметра. Совсем не имеет меха и глаза у него закрыты. Сразу же после рождения, он самостоятельно карабкается наверх в сумку матери. Внутри нее детеныш ртом крепится к одному из сосков мамы. И, не отрываясь от него, проводит первые месяцы своей жизни. Представляешь, он кушает и днем, и ночью. А, забыл сказать, что изнутри сумка кенгуру гладкая и имеет 4 соска. Причем с разными типами молока. Каждый вид малыш употребляет в зависимости от его возраста. Кенгуренок может жить и развиваться в сумке мамы до 8 месяцев. При этом, в течение последних нескольких недель, малыш может покидать это кожное приспособление и скрывается в нем только при опасности. Кстати, мама кенгуру способна управлять своей сумкой, благодаря мышцам по краю у входа сумки. Она может даже закрыть сумку так, чтобы в нее не попала вода при плавании. Мама сама решает, когда ребенка можно выпустить, и открывает сумку. С двухсантиметрового малыша он превращается в веселого прыгучего звереныша. У кенгуру небольшая голова с длинной симпатичной мордашкой. Уши могут быть длинные или короткие, в зависимости от вида. Благодаря ушам, они определяют наличие поблизости хищников или людей. А чтобы предупредить сородичей об опасности, кенгуру сильно бьют лапами о землю. Задние или опорные ноги почти у всего семейства кенгуру намного длиннее и сильнее передних. Большинство видов этого семейства передвигаются только прыжками. Потому что на твердой поверхности они не могут двигать своими лапами раздельно. И всегда перемещают их одновременно. Как будто они связаны. Однако, во время плавания, по неизвестным пока науке причинам, они шевелят ими независимо друг от друга. А ты видел, как кенгуру прыгают назад? Хм, и не увидишь. Потому что прыгать назад они не умеют. Им мешает большой хвост и необычная форма задних ног. Хвост у этого животного очень сильный. И может выполнять функцию опоры, когда задние лапы заняты или кенгуру стоит. Хвост также служит и балансиром во время прыжков. Именно он помогает животному совершать умоповрачительные прыжки в длину и высоту. Взрослый кенгуру способен подпрыгнуть в высоту до 3 метров, а в длину до 12 метров. Вот это да. Можно сказать, что он летит. Такой хвост мечта любого легкоатлета. Но это еще не все. Некоторые виды кенгуру могут развивать скорость до 88 километров в час. Это скорость автомобиля на трассе. Только так долго передвигаться животное не может и быстро устает. Кенгуру могут драться. При этом они используют острые когти передних лап, а также, опираясь на свой хвост, наносят удары опорными лапами. Днем, когда жарко, кенгуру обычно отдыхают в тени. Питаются же после полудня или ночью, когда прохладно. Едят они в основном траву. Воды им нужно очень мало. Кенгуру могут обходиться без воды месяцами. Особенно интересен древесный кенгуру, который обитает на деревьях. В отличие от своих собратьев, у кенгуру-древолазов передние и задние конечности одинаково сильные. Кроме того, на их лапах имеются длинные загнутые когти, которые помогают животному цепляться за стволы деревьев. А хвост у них совсем не цепкий. Но очень пушистый. И при прыжках действует, как руль и балансир. Все представители древесных кенгуру быстро лазают и могут даже прыгать по деревьям, перелетая на расстояние до 10 метров. Кроме того, они могут спокойно спрыгивать на землю с высоты до 18 метров. Это как с крыши пятиэтажного дома. Герб Австралии представляет из себя щит, поддерживаемый кенгуру и птицей Эму, как наиболее известные в мире типичные австралийские животные. Они были выбраны также и потому, что ни кенгуру, ни Эму не могут пятиться назад. Поэтому Австралия решила изобразить этих животных на своем гербе, демонстрируя, что государство всегда движется вперед и развивается. Напиши в комментариях, чему ты сейчас удивился больше всего. Узнал что-нибудь новое? Тогда обязательно поставь лайк, если еще не поставил, и поделись видео с друзьями. Смотри другие познавательные ролики на моем канале. А если хочешь знать больше, то подписывайся и оставляй мне свои пожелания о темах для следующих выпусков. Субтитры сделал DimaTorzok